За первый месяц работы Международного моста через Амур границу пересекли 412 грузовых автомобилей. На выезд в Китай 206 единиц транспорта и столько же на въезд в Россию. Информация опубликована на сайте Амурского правительства. В Благовещенск из Хэйхэ доставили картон для производства упаковки пищевых продуктов – двери, обувь, канцелярские товары, запасные части и шины. В Китае пиломатериалы, сухое молоко, косметику и другие товары. Для стабильной работы и предотвращения очередей на государственной границе действует бесплатная электронная очередь. Парк «Авангард» будет полноценным кампусом со спальным корпусом, столовой, учебными классами и спортзалом. Работы по возведению объектов Патриотического центра проинспектировал губернатор области Василий Орлов. Сейчас строители приступили к укладке дорог и футбольного поля. Проведены инженерные изыскания, демонтаж непригодных зданий. Ведётся подготовка основания тактического учебного поля. Все работы выполняются за счёт средств областного бюджета. На эти цели направлено 482 миллиона рублей. Сейчас задействовано 12 рабочих и 28 единиц спецтехники. Трагические случаи. 17 июля в Сковородинском районе утонули две женщины. Автомобиль, в котором они находились, съехал в котлован с водой. Тела амурчанок извлекли из водоёма через несколько часов после происшествия. Об этом сообщает прислужба регионального центра ГЗИПБ. Днём ранее на Чигиринском водохранилище вблизи Благовещенска утонул мужчина. Трагедия произошла вечером. На следующий день водолаз погрузился на дно водоёма и через 20 минут нашёл тело мужчины в 70 метрах от берега. В селе Ромный трагедия на воде унесла жизнь мужчины 1988 года рождения. Тело найдено. В Белогорске предположительно утонул молодой человек 2005 года рождения. На месте работали сотрудники полиции. А 18 июля к поискам присоединились спасатели из Белогорска Амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Профессионалы на лодке будут исследовать акваторию реки. По данным, на утро 18 июля на территории Амурской области в результате прохождения Забайкальского паводка потопленными остаются два участка автомобильных дорог. В Шимановском районе Вушакова под воду ушла внутрипоселковая дорога. Длина перелива – 15 метров. Проезд невозможен. Силами администрации организована лодочная переправа. В результате подъёма уровня воды на реке Амур произошло подтопление дороги в селе Марково Благовещенского района. Проезд возможен на технике высокой проходимости. Потопленных приусадебных участках и жилых домов на территории области нет. Подробнее об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную оперативную информацию вы также можете узнать в телеграм-канале АОТВ.